Так я втянулся в это. Только что был обычным таксистом, и вот уже уважаемый мафиоза. Тебя не напрягала необходимость убивать? У многих с этим есть проблемы, знаешь ли. Понимаешь, я не из тех, кто жаждет крови. Не из тех, кому не хватает насилия и не любитель проблем. Но и совесть меня не мучает. Они нас хотели обхитрить, так что пришлось обхитрить их. Никаких сожалений. Мне было абсолютно наплевать. Судьба других меня не интересовала. Все говорили, что это просто бизнес, и что семья должна держаться вместе. А ведь было время, когда я жил один, и нахрен никому не был нужен. Но внезапно все вокруг начали меня уважать. Каждый знает, что ты можешь помочь, но так же легко можешь и уничтожить его. И каждый пытается тебя задобрить. А что насчет полиции? Ты просто так вот взял и ушел с места, где было побоище? У тебя не было с этим проблем? Ты работаешь на полицию. Тебе лучше знать. Ты знаешь, что мафия управляет всем городом. Семья Сальери имеет 25 миллионов баксов в год. В газетах только об этом и пишут. Но никто ничего не замечает. Если хочет остаться в живых. Мы отстегиваем чинушам 6 кусков в месяц. Ваши боссы брали спиртное по оптовым ценам, Да еще рубили капусту, когда Сальери и Морелло подкидывали им халтурку. Дело закрыто. За недостатком улик. Копы даже возили для нас грузы с выпивкой. Думаю, ты об этом уже наслышан. Так что насчет двух своих друзей? Ну, они отделались легче, чем ты думаешь. Сальери держит хорошего дока для своих ребят. И не похоже, чтобы он часто задавал вопросы. Через пару недель они уже были здоровы и снова рассекали по улицам. Единственным, кто беспокоил нас, был Морелло. Он хотел стать большой шишкой, а этого Сальери позволить не мог. Сальери не собирался быть второсортным боссом. Знаешь, человек становится доном из-за того, что жаждет власти. И его не волнуют никакие законы, кроме собственных. Вот оно как, детектив. Он хочет быть сам по себе. Не зависеть ни от полиции, ни от властей, ни от кого. Вот почему человек становится доном. Сальери и Морелло оба хотели загробастать все. Они продолжали наезды друг на друга. Но оба знали, что если все выйдет из-под контроля, настанет ад. Большая разница между ними была в их методах. Я слышал маленькую историю о Морелло. Мне не очень жалься. Я не хочу... Ты идиот! Понимаешь, что ты наделал? Ты понимаешь, сколько стоит эта машина? Я ехал медленно, не знаю, как... Ты что хочешь сказать? Что я врезался в твою машину? Эээ... Нет. Сэр, я просто... Я хотел... Нет, сэр... Ни один... Ублюдок... Не смеет стоять на моем пути. Сальери все уважали за деловые качества. Каждый знал, что его не нужно бояться, если делаешь то, что должен. Люди знали, что если им что-то нужно, можно прийти к Сальери. Так Сальери заводил друзей. Часто помогал людям с разными проблемами и ожидал того же самого в ответ. Если кто-то переходил дорогу, он нарушал основное правило. И все знали, что за этим последует. Морелло же был просто подлый ублюдок. Он строил свою власть на жестокости. Даже его друзья боялись его. Большинство людей старались просто его избегать. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ